Расценки одни для всех. Федеральная антимонопольная служба подготовила документ, по которому будут установлены единые тарифы на эвакуацию автомобилей на штрафстоянке и их хранение. Сейчас каждый регион рассчитывает стоимость этих услуг самостоятельно. Поправки вступят в силу 1 сентября. Станут ли правонарушители платить больше или наоборот эвакуация подешевеет, разбирался Борис Киргенеков. В 12 часов дня перекресток улиц Мичурина и Гоголя. У крупного торгового центра всегда много машин, а заезжать на крытую парковку удобно не всем. Водитель Hyundai оставил машину на месте для инвалидов. И знак есть, и рисунок на асфальте. Не заметить их не мог. Теперь на решителю грозит штраф 5000 рублей. Еще придется заплатить за услуги эвакуатора и штрафстоянки. За день работы сотрудники ГАИ забирают до полутора сотен автомобилей, брошенных в неположенном месте. В основном проблемное место, это, конечно, центральная часть города, скопление бизнес-центров, торговых центров. Водители оставляют транспортное средство в пешеходной доступности и с нарушением правил дорожного движения. Оставляя автомобиль в неположенном месте, создаются помехи. Это предпосылки для создания аварийных ситуаций. Также это препятствия для прохода пешеходов, тротуары, пешеходные переходы. Сейчас каждый регион самостоятельно устанавливает тарифы за эвакуацию авто до штрафстоянки. В Новосибирской области их подняли в прошлом году. За легковушку, мопед или мотоцикл придется отдать 1700 рублей. Перевозка автобусов и грузовиков обойдется в 5400. Кроме того, нарушителю еще нужно заплатить за хранение транспортного средства на стоянке. Час для мотоциклов и мопедов – 22 рубля. Простой автомобилей и автобусов массы до 3,5 тонн – 44, а час стоянки автобусов и грузовиков оценивается в два раза больше. В регионах страны эти суммы разнятся в зависимости от системы расчетов. К примеру, в Москве перевозка на эвакуаторе привязана к мощности двигателя авто. Чем больше лошадей, тем дороже эвакуация. Новые документы жестко регламентируют. Тарифы могут меняться, исходя из разрешенной максимальной массы, габаритов и категории транспортного средства. То есть, как и сейчас рассчитывают в нашей области. Если сейчас ФАС выработает некую методичку, по которой каждый регион обязан будет самостоятельно просчитать эти тарифы и установить их в соответствии с руководством, то, соответственно, я думаю, что будет только удобнее. Не будет никаких разногласий, все будет понятно и прозрачно. Наш тариф, он взят все-таки не с потолка. Это были расчеты, это была экспертиза. То есть, тех затрат, которые несет организация по эвакуации автомобилей. Поэтому очень не исключено, что именно наши тарифы, может быть, возьмут за основу. Пока говорить о снижении цен на эвакуацию рановато. Но некоторые депутаты уверены, действующие цены выше рыночных. Ведь это бизнес. Компании зарабатывают на этом. В методике отражены реальные объективные затраты. Бензин, амортизация, зарплата. Но высокой стоимость на перевозку автомобилей нарушителей в нашем регионе не назовешь. Цены взяты не с потолка. Поэтому, скорее всего, в Новосибирской области оплата за услуги эвакуаторов не поменяется. Однако новая редакция кодекса об административных правонарушениях вступает в силу с 1 сентября. Тем не менее, лучше не думать о тратах, а попросту не нарушать правила. Борис Киргенеков, Константин Менин. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин